МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Знаете, каждое воскресенье, когда я готовлю этот эфир, все надеюсь, что смогу сказать. Вот наконец-то финал. Мол, премьер-иада закончилась, торги прекратились. И это бесконечная политическая Санта-Барбара. Хоть и через три месяца, но завершилась. Но, увы, каждый новый день приносит все новые требования. И за это время их накопилось так много, что ситуация уже вышла на международный уровень. Отсутствие в Украине правительства даже в Вашингтоне обсуждали. О чем мы именно там говорили и насколько жестким был тон, как раз и обсудим сегодня. А еще, конечно же, поговорим о политике, в которой в последнее время уже сложно понять, где правда, где нет. И где шутки иногда выглядят значительно лучше реальности. Ну, судите сами. Помните, в коридорах власти вполне серьезно обсуждали требования Олега Ляшко назначить его спикером Верховной Рады. Ну, извините, не могу себе представить, как он будет, к примеру, созывать коллег на заседание фразой «Шановний скотиняк и треба голосувати». Ну, таких примеров много. Поэтому, когда политики на этой неделе в Фейсбуке опубликовали очередные новости, в частности, состав нового правительства, то многие поверили. Тот же Ляшко написал в соцсети, мол, радикалы вступают в коалицию. Шуму наделал. Ну, а ниже добавил состав Кабмина. Премьер Каноненко, первый вице-премьер Саакашвили. Мартыненко, министр энергетики. Луценко, генпрокурор. Ну, и самое забавное. Оксана Белозир, министр внутренних дел. Свою версию предложил Юрий Луценко. Вначале написал, что согласие достигнуто. Премьер Гройсман, ожидаемо. Спикер Порубий, тоже ожидаемо. А затем уже совсем сногсшибательная новость. Оказывается, большинство министерств ликвидируют. Оставят только Авакова, министерство внутренних дел, и МИД во главе с Климкиным. Информагентства бросились перепроверять, писать заголовки, пока не сообразили посмотреть на дату. Оказалось, что опубликовано это было все 1 апреля. Пошутили политики. Такое впечатление, что в нашем парламенте все время то день дурака, то день сурка. Помните знаменитый фильм, когда герой просыпался в тот же самый день, который ему снова и снова приходилось проживать заново? Ну, так и мы с вами. Высла сегодня на разных каналах 10 минутка премьера. Ощущение, словно все как обычно. Словно кресло под ним не шатается, словно преемников ему не обсуждают. О политическом дежавю, об очередном дне сурка, наш парламентский корреспондент. Катя Лысенко. Минувшая неделя на старте была как минимум многообещающая. Долгие переговоры под покровом ночи, закрытые встречи лидеров фракций, озвученная кандидатура потенциального премьера. Все шло к тому, что пазлы вот-вот и сложатся. В Раде появится коалиция, как минимум из 226. Ждали в ней всех, кого могли. Мы приветствуем все демократические фракции в коалицию. И самопомощь, и Батькивщину, и радикальную партию Олега Ляшко. Но на практике все оказалось не так просто. Главным фрагментом этого пазла все считали Батькивщину. Да и на свои 19 голосов был бы шанс возродить и спасти то, что еще не так давно называли большинством. Но в партии Тимошенко решили, если уж наступать на те же грабли, то на своих условиях и выдвинули в список требований. Это заборона продажа сельско-господарской земли, индексация зарплаты пенсии и скасывание ганебного податка на пенсии и снижение абсолютно необґрунтованных тарифов до рынково обґрунтованных. И все бы ничего, но главное требование Батькивщины – выполнить условия здесь и сейчас. А значит, принимать законы до вступления все в ту же коалицию и уж тем более до юридического оформления отношений. Большие фракции решили, что маленькая хочет слишком много и пошли другим путем, чтобы добраться до заветных 226 голосов, за помощь пошли все к той же самопомощи. Но вовской невесте явно не до чувств, если свадьба, то по расчету и только с брачным контрактом. За условия выполнения законного выбора и за условия освобождения ЦВК мы готовы поддерживать и укласти угоду с коалицией. Мы хотим все-таки долучить фракцию самопомощи до коалиции. Но они сегодня говорят, что мы будем поддерживать вас, но будем конструктивной вашей оппозиции. Но, на жаль, нам сегодня нужно коалицию с ползатами. Совсем как в талант-шоу, услышав Дванет в ответ, блоку Порошенко и Народному фронту не осталось ничего, как попытаться склеить коалицию на двоих, добрав количество за счет унифракционных. Это просто ганебная политика, когда люди вместо того, чтобы менять премьера, высывают новые и новые вымоги. Люди, которые сегодня понимают, что дальше тягнуть не можно, края должна получать нового премьера, новый УИН, новые реформы. Сегодня вступают в фракции БПП или Народного фронта. Это действительно последняя возможность, каким образом можно без перевыборов выйти из политической кризи. Перевыборы тот кнут, который без всяких пряников мог бы заставить присоединиться к коалиции. Поэтому с унифракционными договаривались и днем, и ночью, но добрали лишь троих. А значит, пазл опять не сложился. В нем по-прежнему только БПП и Народный фронт. И пока первые на груди рубах рвут в поисках желающих войти, вторые абсолютно безучастны. Всю неделю спасением коалиции занимались, по большому счету, только в блоке Порошенко. Хотя и там признаются, готовы бросить затею. Все депутаты написали индивидуальные заявки про выход из коалиции. Таким чином мы пытались подштовхнуть Арсения Яценюка до более активных действий, стосовно того, чтобы, уникаючи загрозы досроковых парламентских выборов, он все-таки пошел на какую-то решительность о своих действиях. А премьеру, похоже, лишь бы ночь простоять и день продержаться. Его самолюбие, очевидно, вот эти вот торги, лишь тешат. Мол, все кричали, нет незаменимых, а заменить его, которую неделю не выходит. Так что и в правительстве, и у фронтовиков торопить события особо не стремятся. Формирование коалиции – это процесс, который не должен быть быстрым, с конточка, потому что то, что быстро родится, то кривые родятся. Поэтому не нужно здесь торопить события. Например, посмотрите новости из Испании. Там два месяца нету коалиции, идут переговоры. В Бельгии год не было правительства. Но оставить все как есть мало кто согласен. И поэтому в Раде снова и снова ищут варианты, как сложить злополучный пасл. Я не выключаю того, что Батьковщина все-таки на каких-то умовах все-таки приеднается до коалиции, понимая и чувствуя, что ее шантаж не прошел. И фактически сейчас уже, возможно, коалиция на двух. Нехай створят. Но, как вы думаете, такая коалиция будет успешной и стабильной? Но даже если перезагрузки сейчас и не случится, никто ведь не застрахован от того, что она все равно назреет. Большинство ведь намечается ситуативное, и это все понимают. Выдержит ли оно из питаний? Спорами, голосованиями, противоречиями. Когда столкнутся интересы, нужно будет принимать законы. В повитре уже пахнет выборами. Если ситуация не улучшится и кризис будет углубляться, выборы будут неминуемы, понимают все. Но депутаты всячески пытаются их отстрочить. Единственный путь для этого – договориться. Но по этой дороге депутаты идут уже третий месяц. Вот только все время по кругу. Екатерина Лысенко, Вадим Сверидонов, Марьяна Бурякова. Подробности в неделе – телеканал «Интер». Ну и вы обратили внимание, много вопросов именно к Батьковщине. Мол, свой список требований, мол, слишком многого хотят. А вот чего конкретно? Давайте из первых уст узнаем. Юлия Тимошенко у нас на связи, у нее и спросим. Пані Юлия, вечер добрый. Ви мне скажите, ось подчас цього кризиса, ті багато говорили про вашу позицию, и в принципе різные речи кажут. Хтось каже, что вы высуете какие-то непомирные требования. Хтось каже, что вы взагалі не готовы, не хотите приединиться до коалиции. Вы можете сказать отверто, а что насправді? На каких условиях Батьковщина может приединиться до коалиции? Если новая коалиция хочет видеть Батьковщину в складе коалиции, мы поставили пять требований, очень коротких и понятных для всех. Первое, это разорвать связок кланей с политиками. Это означает, что каждый министр, который иду на посаду, должен пройти общественные обговорения, должен быть представлены профессиональными колами, должен быть способен вести работу в министерстве и не быть обязанным олигархией своим призначением. Другая наша вимога – это выполнять все негайные кроки, которые нужны для развития малого и среднего бизнеса, для того, чтобы нарастить доходы бюджету, чтобы дать возможность поднимать экономику Калиции. Третя наша умова входа в коалицию – это негайно поменять ставление до Аграрного комплекса Калиции. По-перше, продолжить мораторий на продаж сельско-господарской земли и не продавать землю с молотка. А по-друге, поднять наше национальное фермерство. А это означает дать им чуткую податковую систему, там, где они будут платить единый сельгосподаток – это податок на один гектар земли. Я также хотела бы обратить внимание, что нашим требованиям унижения тарифов. И когда сегодня истерия наше снижения тарифов в уряде, а также наше урядовых колах, связана с тем, что они обвиняют нас в популізме, то хай эти невыгласы возьмут цены на газ на международном рынке. И если, когда людям ставили цены на газ 7188, цена на международных рынках была 250 долларов за газ, то сегодня она 170 с копейками. Майже на 30% снижена цена на международном уровне на газ. А наших людей продолжают драть те, что и драли. И остальная наша требования. Если перевиконуется бюджет на базе инфляции, то майте совесть, снимите податок на пенсии. Я не знаю, кому, что и где уряд пообещал, но нет никакой страны в мире, которая бы брала податок своих пенсионеров. Упустите в том, чтобы сдирать из людей останнюю шкиру. Если курс изменится, то тогда Батьковщина будет действовать абсолютно прогнозировано. Мы увейдемо в коалицию, мы поддерживаем новый уряд, не претендуючи на посаду, но только при изменении курса. Иншого варианта входа Батьковщины в коалицию не существует. Ну, чекайте, кажется, просто сейчас, что инший вариант уже нашли. Вы, извините, не нашли без вас, вы видите, что происходит объединение на двоих. А если действительно уйдет такая коалиция из двух больших фракций БПП и Народный фронт, ну и добавляют еще до них депутаты, вы будете как-то совместить с ними? По-перше, укропнивать правильные фракции тем же шляхом, которым действовал Янукович, это аморально. Скупировать тушек, это аморально. И это еще один барьер на шляху входжения нормальных, ответственных политических сил в новую коалицию. Честно говоря, это прикольно, что история так принизлива для Украины повторяется. Поэтому я вважаю, что нужно прекратить скуповывать депутатов и других фракций, провести публічную дискуссию щодо створения новой коалиции на основе новой социально-экономической программы, на основе реальных кроков борьбы с коррупцией. Это наша стратегия. И поэтому, если они захочут, не изменяя курсу, докупивши тушек, створить коалицию на двоих, они могут это сделать. Но это не прояснует долго, и это завершится полным крахом первой, післяреволюционной влады. Мы не будем спальниками с ними ни в коррупции, ни в пригнобленной украинской нации, ни в знищенні малого бизнеса, ни в знищенні фермерства, ни в знищенні пенсионеров, чернобильцев, афганцев. Мы не будем с ними в цьому спальниками. И мы будем идти тем курсом, который нужен в стране, а не то, который нужен сегодняшним коррупционерам при владе. Юлія Володимирівна, у меня короткое останнє запитание до вас есть. Вы мне скажите, добре, по строках. Я начинал программу, вы, мабуть, тоже чули. Я сказал, что мы все уже втомились от этой ситуации невизначенности. Ваш прогноз, когда все закончится, когда будет крапка, когда уже с вами, без вас, как выйдет, сформировать коалицию, поставить точку, будет премьер, будет уряд? Мне кажется, что сейчас логично спросить, не на что налаштованы депутаты. Очевидно, что все посадовцы, и премьер-министры, и министры, и депутаты, налаштованы триматься пазурами и зубами за кресло и не сдавать его за будь-яку ціну. Треба спросить, а как налаштован сегодня народ Украины, как налаштовано украинское общество, или готовы они терпеть, когда у них из кишени вытягают остальные копейки, и эти копейки идут на коррупцию высокопосадовцев. Если общество не готово это терпеть, и если создание новой коалиции и призначение нового уряда не сменить эту ганебную практику, то тогда, я вважаю, честнее и гиднее пойти на выборы и не триматься депутатам за эти кресла, потому что это уже выглядит просто соромно. Если сегодня 2% доверия уряду, 2% доверия у парламенту, то без доверия общества править страной – это антиконституционно. Сбирайте свои манатки, если не способны управлять страной, идите на выборы. И просто не втягуйте Украину в той сором и в ту кризу, которую вы уже ее затягнули. Доброе, спасибо за разговор. Юлия Тимошенко была с нами на связи. Важно было в каких-то моментах расставить точки над «и». Надеюсь, в этом эфире мы это сделали. Но и других лидеров фракции мы тоже об их позиции спросили. И вот посмотрите, вот что нам сказали те, кому предстоит и договариваться, и те, кто на этот процесс смотрит с ожиданием выборов. Это главная теза у наших перемовинах в том, чтобы створена коаліція, которая должна иметь 226 голосов, которая должна создать только из партии демократического табора. И поэтому мы запрошуем и Радикальную партию Ляшка, и Батьківщину в самом помощи повертаться до коаліції, с тем, чтобы мы брали на себе ответственность за подолание штучно створеної кризи. Не Народный фронт ее створювали, но мы готовы разом ее решить. И эта коаліція должна быть дієва. Это не коаліція одного дня для принятия решения щодо нового премьера и нового склада уряду. Это коаліція, которая должна поддерживать программу дій уряду на следующий год. И эта коаліція должна быть голосовать, чтобы не повторилось то, что было в 2015 году. Лише 40% урядовых инициатив коаліційного уряда было принято, поддержано коаліцію в парламенте. Это непрепустимо. Так реформи не делятся. И поэтому ответственность всех партій, всех фракций, которые представлены в парламенте, демократичный табор повинен полагать в том, что давайте нарешті перегорнемо сторинку. Деколи треба наступать на горло своей песни. Давайте не заниматься чварами, дільошками портфелів. Давайте працювати на то, чтобы стабілізовать ситуацию в стране. Это негативно влияет на экономику Украины и на наши внешние стосунки. Поэтому, вешті-решт, нужно создать коаліцію, которая будет дієвою и будет поддерживать новую кандидатом у премьера новую программу дій уряду. И новая коаліційная угода, где нужно все-таки прописать политическую ответственность членов коаліції за поддержку уряда. Система, яка управляет державою сьогодні, управляет нею уже протягом 10-15 роков. И не просто управляет. Вона зловживає економікою держави, и вона зловживає самою державою, збагачуючись на тому. Это олігархично-комерційная система. Вона имеет свою сталую большинство в парламенте. И сегодня осталось только формализовать ее и взять на себя прямую ответственность. Все, что происходит сейчас, это игра у вихилязи. Кто возьмет ответственность за то, что они крали и крадут? Сколько вона протримается? Вона протримается долго и будет полезной для держави, если будет принятий закон о выборе до парламенту на пропорционной основе за открытыми списками. Это запорука политического успеха, отсутствия политической коррупции и качества институционной державы. Прежде всего хочу сказать, что вот эта неделя показала, насколько неэффективно уже сегодня работает парламент. В порядке было 101 законопроект. Из них приняли аж 6 в виде законов. И еще с десяток каких-то деклараций, ратификаций, которые не имеют ничего общего с теми, что нужно для людей. Поэтому парламент работает неэффективно. Ни один закон социально значимый, кроме закона о поддержке шахтеров, не был принят на этой неделе. Ни индексация заработных плат, изменение бюджета, ни изменение в налоговый кодекс для поддержки фермеров. Те законы, на которых мы настаивали. Принимали какие-то декларации, политические заявления. Поэтому парламент работает плохо. И что самое главное, и что самое неприятное, что похоже, вот эти кулуарные договоренности, которые сегодня идут, которые пытаются склепать или склеить, как там уже можно сказать, коалицию, на самом деле ни к чему не приведут. Поскольку даже если арифметически наберут 226 голосов, это будет настолько неустойчивая конструкция, настолько глубокие противоречия внутри, что эффективно работать парламент не сможет. И у нас позиция та же. С таким уровнем доверия в обществе к парламенту, в 5 или 7 процентов, нас ждут неочередные парламентские выборы. И люди должны дать оценку тем политикам, которые последние полтора года руководили страной. Я считаю, что нас ждут парламентские выборы. И это будет осень. 70 часов до голосования. Голландцы уже в эту среду будут решать, как относиться к ассоциации Украины с Евросоюзом. Вот скажут ли они нашей стране, да или нет. Кто-то в панике, мол, расклад не в нашу пользу. Кто-то говорит, мол, нечего волноваться, итоги этого голосования можно будет проигнорировать. Ну, хотя есть встречный вопрос, ну а как проигнорируешь, если в Голландии скоро свои выборы, и нужно прислушиваться властям к тому, что скажут избиратели. Ну, есть еще одно мнение. Многие говорят, что голландцы в принципе не придут на этот референдум. Будет меньше третий избиратель, а значит результаты вообще будут несостоявшимися. Стоит ли нам с вами волноваться? Не скажут ли нам, вот не поставить ли такой барьер голландцы на нашем пути в Европу? Давайте узнаем прямо сейчас. Алексей Пшемыский, наш корреспондент. Прямо сейчас на прямой связи. Все это время он в Голландии и со многими говорил, так что настроение знает. Леш, вечер добрый. Скажи, как сегодняшний день прошел? Ну, все-таки последнее воскресенье перед голосованием. В Нидерландах сегодня довольно представительная делегация из Украины. Как все происходило? Добрый вечер, Дмитрий. Ну, я думаю, что без всяческих сомнений можно сказать, что референдум об ассоциации Украина-ЕС станет главным политическим событием последнего времени в Нидерландах, где, к слову, действительно так уж принято не слишком уж-то интересуется политикой. Это, наверное, один из тех выводов, которые нам лично удалось сделать, пробыв здесь несколько дней. Скажу, что последнюю неделю, конечно, здесь кипят страсти. Буквально, ну, вот такой настоящий десант украинских активистов, представители украинской диаспоры, музыкантов высадился в Амстердаме и в других городах Нидерландов, чтобы проводить здесь акции, рассказывать, собственно говоря, что значит для Украины соглашение об ассоциации и чем оно важно для самой Европы. Сегодня вот в Амстердаме и в близлежащих городах прошел международный велофлэшмоб, точнее, могу сказать, что он только начался, в поддержку Украины сотни людей с украинскими флагами в форме цветов украинского флага проехались по Амстердаму, агитируя поддержать Украину, сказать украинцам «да». Флэшмоб закончился на одной из главных площадей Амстердама, это Дэмсквейр, там собралось очень много людей. К слову скажу, что были также и противники соглашения об ассоциации с Украиной, но их было в разы меньше. Напомню, что референдум состоится 6 числа, и вот по местным законам не запрещено агитировать даже в этот день, и украинские активисты, представители диаспоры, обещают проводить, ну, чуть ли не круглосуточно агитацию, чтобы все же рассказать голландцам, собственно, за что они будут голосовать и почему это так важно. Леш, скажи, ну вот, а каковы свежие данные опросов? Ты упомянул, что на площади тех, кто против ассоциации, было в разы меньше, чем тех, кто за. Ну, а когда люди на участки придут, так же распределятся голоса или 50-50? Дмитрий, ну вот, если еще месяц тому назад цифры опросов, они были, ну, не в пользу Украины, то вот последние данные говорят о том, что мнения сейчас разделились 50 на 50. Собственно говоря, главный вопрос здесь, это сколько человек придут на участки, поскольку по законодательству явка должна быть не менее 30% для того, чтобы референдум в целом состоялся. Я вот просто на секундочку отмечу, наверное, это вопрос, который возникает у многих наших зрителей. Собственно, почему вообще этот референдум происходит? Ну, дело в том, что по законам страны жители Нидерландов имеют право вынести на референдум любой вопрос, любой закон, и в том числе общий европейский. И вот, собственно говоря, поэтому было собрано достаточное количество подписей, и будет это голосование. Многие уже называют этот референдум историческим, ну, не только для Украины, а и для Европы. И вот, собственно говоря, что думают обычные жители Нидерландов? Какая позиция у тех, кто за, какая у тех, кто против? Мы это все попытались выяснить, собрать, и я предлагаю вам посмотреть это в нашем материале. Шоу на телевидении, дискуссии, агитационные флайеры или вот такие плакаты, их напечатали сторонники Украины. Один из местных политиков, который выступает против ассоциации с Украиной, целуется с Путиным. Со стороны похоже, что вокруг предстоящего референдума в Нидерландах бурлит жизнь, но на деле оказывается совсем иначе. The Telegraph – одна из самых популярных газет в Голландии. На 27 страницах вот в этом выпуске есть статьи и о беженцах, и о борьбе с терроризмом, о спорте, в частности, о предстоящем футбольном матче сборной. Но вот об Украине ни одного упоминания. Среди тысяч туристов и легкого запаха марихуаны в Амстердаме, похоже, политике места совсем мало. Есть некое соглашение об ассоциации с Украиной, и жители Нидерландов хотят решить, согласны ли с ним. Спросите в другом магазине. Вы слышали о референдуме? О, да, мы слышали. Можете сказать, как проголосуете? Я еще не решил. Едем за город. Может быть, там больше интересуются политикой. В этой небольшой деревне, всего в 150 километрах от Амстердама, живет 2500 человек. Она не отличается ничем от таких же подобных. Единственное, это название Крым. Танки, военная техника и зеленые человечки. Такой ролик появился на голландском телевидении. Мол, так захватывали украинский Крым. Сторонники ассоциации с Украиной призывают жителей страны задуматься. В самом голландском Крыму акция осталась незамеченной. Мы, украинские журналисты, спрашиваем людей о референдуме. Вы слышали о нем? Да. Вы слышали, что произошло в Крыму? Нет. Нет? Мне неинтересно это. Для Голландии это не столь важно. Наверное, сложно придумать большую глушь, чем эта деревня. В Нидерландах крайне мало населенных пунктов, куда даже не ездят поезда. Но вот на вид это больше похоже на элитный поселок под Киевом. Однако некоторые жители об Украине и Крыме все же слышали. Вы слышали о Крыме? Да, но я не буду голосовать. Я спрашиваю себя, почему. Почему Украина хочет в Европу? Да, что нам с этого будет? У нас здесь совсем другая жизнь, чем там у вас. Правительство уже решило за меня. Зачем мне тогда идти голосовать? Но вы бы сказали «да» Украине? Да, не вижу проблем. Мы едем назад в Амстердам, чтобы встретиться с местными журналистами. Флёр когда-то работала в Киеве. Уверена, дело вовсе не в Украине. Большинство голландцев ничего не знают об Украине. Им все равно. Их волнуют личные проблемы. Для многих этот референдум не об Украине. Не о скепсисе в целом в отношении Евросоюза. И эти настроения растут? Да, популистские партии набирают все больше голосов. Рубин Марсман, владелец компании с недвусмысленным названием «Распутин». Один из тех, кто активно пользуется такими настроениями. А несколько месяцев назад он получил из бюджета страны «Грант» – 48 тысяч евро, чтобы напечатать туалетную бумагу с призывом проголосовать против ассоциации с Украиной. Почему именно туалетная бумага? Правительство не спросило у людей, хотим ли мы это соглашение об ассоциации. То они с таким же успехом могут подтереться им, как туалетной бумагой. Не в Украине ли разбился наш самолет? Не в Украине ли похищены картины из Нидерландов? У нас дыра в бюджете. Почему мы должны тратить деньги на Украину? Национальные костюмы «Каравай» – акция, которая организовала украинская сторона. Удивленные голландцы снимают ее на телефон. За эту неделю в Амстердаме прошло несколько дискуссий с участием украинских и местных политиков. Несмотря на платный вход 10 евро, на таких мероприятиях зал забит. Министры иностранных дел Павла Климкина спрашивают и о нападении на участников ЛГБТ-фестиваля во Львове, и о коррупции во власти. В Нидерланды прибыл целый украинский десант. В десяти городах страны выступит пианист в Майданах «Маркиян Мацах». В Амстердаме проходит фестиваль украинского кино. Голландцам показывают в том числе фильм о Майдане. В интернете флешмоб поддержки Украины «Like You», набравший уже больше миллиона участников. Сказать голландцев «Да» призывал и киевский мэр. Виталий Кличко проехал по Амстердаму на велосипеде. Если на референдуме голландцы скажут «Да», правительство страны, активно поддерживающие Украину, одобрит ассоциацию. Но вот чего нам ждать в случае нет, здесь пока не знают. Я бы не хотел рассуждать о том, что будет, если люди скажут «Нет», потому что сам активно поддерживаю Украину. Референдум консультативный, поэтому правительству придется рассмотреть результаты, какими бы они ни были, и принять решения. Мы рассмотрим все возможности. И какими бы ни были результаты, предстоящий референдум станет историческим не только для Украины, но и для всей Европы. Из Амстердама Алексей Пшемызкий, Евгений Каминский. Подробности недели, телеканал «Интер». Уговорить голландцев сказать Украине «Да» просил премьер-министра Нидерландов Марка Рюты, президент Порошенко. Мол, Рюта человек в стране авторитетный, люди к нему прислушаются. Разговор этот был в Вашингтоне, вот только накануне президент вернулся из Соединенных Штатов. О чем он там говорил, и как украинская политическая неразбериха, о которой мы с вами уже, в которой эфир говорим, повлияла на позиции страны. Вот за всем этим я наблюдал лично. Съемочная группа подробностей недели была и в кулуарах саммита по ядерной безопасности, и на переговорах, и даже там, куда прессу обычно не пускают. До нас ли американцам, которые все больше думают о своих собственных выборах, и поможет ли нам заграница? Вот давайте все это вместе обсудим. Хаус оф Кардс, карточный домик. Этот, пожалуй, лучший политический сериал последних лет. Очень любят в Вашингтоне. Первые лица смотрят. Сам Барак Обама ни одной серии не пропускает. В нем и о противостоянии демократов с республиканцами, и об отношениях США с Китаем и Россией. Но наивно было бы считать, что именно так и выглядит американская политика. В жизни все куда сложнее, чем даже в очень хорошем сериале. В реальности, в отличие от кино, даже сильные мира сего становятся заложниками обстоятельств. А первые лица зачастую не способны поступить так, как считают правильным, будучи скованными невидимыми рамками политики. Казалось бы, уж для президента Америки точно нет ничего невозможного. Но эпоха Барака Обамы заканчивается, а мечты, с которыми он 8 лет назад пришел к власти, во многом так и остались мечтами. Многие реформы провести не удалось, выборы уже через полгода, и для Обамы теперь важно остаться в истории, доведя до конца хотя бы часть проекта. Тот же саммит по ядерной безопасности, который созвали сейчас. Его детище, его идея. И многие в Вашингтоне говорят, что окончание войны в Украине тоже могло бы стать таким же знаковым шагом для уходящей команды Белого дома. Конечно же, конечно же, американцы просто захвачены нашей избирательной кампанией. Но люди, думающие, люди, которые сфокусированы на Украине, прекрасно понимают, как важно даже в этих условиях не упускать Вашу страну из виду. Украина слишком важна для США, чтобы вдруг менять приоритеты. И мы просто обязаны держать фокус на ней. Не дать сместить этот фокус на Сирию, ИГИЛ, праймерис или внутренние проблемы как раз и было одной из задач визита украинской делегации в Вашингтон. Ведь ядерный саммит скорее повод, чтобы неформально, без протокола переговорить с коллегами-президентами. Этих кадров не было в официальной трансляции из зала саммита. Стоит ему начаться, и выражения лиц политиков станут традиционно серьезными. А пока строгий на людях Кэмерон непринужденно шутит, сдали грибы у Скайта. Вот госсекретарь Керри увлечен разговором с Назарбаевым. Вот Петр Порошенко общается с президентом Китая. Больше пяти минут проговорили. Без протокола и без прессы лидеры четырех десятков стран сверяют позиции. Да, всем им еще предстоят официальные переговоры. Да, безжалостный государственный протокол заставит их даже на обед, куда коллег пригласил Барак Обама пребывать со всеми формальностями и по расписанию. В этом зале за едой не очень-то и поговоришь. Настолько в Белом доме все торжественно. Но будут ведь еще и рабочие ланчи. Как вот этот с вице-президентом Байденом. Пожалуй, одно из главных событий этого вашингтонского визита Порошенко. Байден шутил как-то, что видится и разговаривает с украинским президентом по телефону чаще, чем с собственной женой. И в этом только доля шутки. Украина в зоне ответственности вице-президента. Так что волей-неволей, из-за того, что депутаты тянут созданием коалиции, голова и у Байдена болит. Разговор был абсолютно откровенным. О том, что штаты помогать по-прежнему готовы. Но есть условия. Самое главное. Украина должна наконец-то сформировать дееспособное правительство. А еще помощи не будет без борьбы с коррупцией. Коррупция – это то, с чем украинские лидеры должны противостоять самым серьезным образом. Тут ощущение, что этого не происходит до сих пор. У вас сейчас война на двух фронтах. Та, которую нужно вести, где вы проигрываете, против коррупции. И война на востоке, которую против вас развязали. Военную помощь Украине окажут. Без всяких условий. Это одна из вашингтонских договоренностей президента. 335 миллионов долларов. За которые закупят и вооружение, и обмундирование. В том числе для тех, кто сейчас в зоне АТО. Вашингтон готов дать еще втрое больше. Но миллиард долларов кредитных гарантий правительству США – куда более сложный вопрос. Вот переговоры, на которых это как раз обсуждается. Без прессы и лишних глаз. С министром финансов. Затем с министром торговли США. Помочь Вашингтон готов. Но только после того, как заработает новый кабинет. В этих трех днях американского визита отразились все три месяца нашего политического кризиса. Но как выбивать финансы, если правительства нет? Как просить поддержки, если ее внутри самой страны не хватает и коалицию никак не создадут? Решение должно быть найдено очень быстро. Это главное, о чем говорили и в присутствии прессы, и на закрытых встречах. Украина и так уже слишком много времени потеряла. Еще немного конфликтов, ультиматумов и торгов в парламенте. И отношения с Западом, которые выстраивались так долго и впервые в истории почти стали союзническими, могут начать рассыпаться, как карточный домик. И если в пылу споров в Раде этого, похоже, не чувствуют, то из Вашингтона видно очень отчетливо. Ну и давайте к нашим внутренним проблемам, которые так больно отзываются за рубежом. Немедленно созвать Совет национальной безопасности и обороны требует глава национальной полиции Хатия Деканаидзе. Главный вопрос, что делать с нелегальной добычей янтаря? Полиции самой не справиться в этой янтарной войне. Вот это цитата. Так сказала Деканаидзе. На этой неделе спецназу в Ременской области пришлось применить шумовые гранаты и резиновые пули. И все, чтобы успокоить черных старателей, чтобы понять масштаб проблемы. Вот только одну цифру приведу. Нелегальной добычей там занимается каждый четвертый житель Полесья. Наш корреспондент Инна Белецкая побывала в трех областях, где уже вводили национальную гвардию и где только собираются. Вот что она увидела. Это в Голливуде звездные войны, а тут янтарные, копатели против полиции. В прошлом году Украина увидела многосерийный фильм. И вот новый сезон янтарного сериала. Бронетехника, спецназ. Это Ревненская область месторождения с киношным названием «Персидская гора». Дорогу просто перед полицией перекрывает разъярённая толпа. Несколько часов противостояния. Ранены трое старателей и семь полицейских. У каждой стороны своя правда. Полицейские говорят, хотят прекратить нелегальную добычу. Старатели не верят. Общее в этой истории только одно – борьба за янтарь. Это просто передел рынка. Когда одни группы вплива намагаются вытеснуть и неч. Приезжают не туда, где массово ведется выдобуток бурштину, но приезжают туда, где массово не сплачивается вот этот коррупционный билет правоохранцам. В некоторые села Полесья полиция вообще не заезжает. Янтарная мафия почти как сицилийская. Чужих здесь не любят. К нам попала запись телефонного разговора. Голос, похожий на голос Игоря Харитонова, еще месяц назад исполняющего обязанности начальника Сарнинского отделения полиции. Он приказывает полицейским покинуть место, где добывают янтарь. Бывшего начальника прокуратура подозревает в крышевании янтарного бизнеса. Но масштабы крыши на самом деле намного больше. Об этом еще в прошлом году заявил президент. Жодная делянка, жодная артель не працюет без милицейской крыши. Без прокурорской крыши. В Италии без СБУшной крыши. Янтарная территория это давно уже по сути государство в государстве со своими правилами. Едем в соседнюю Житомирскую область. На то самое место, где беспредел вызвал такую резкую президентскую реакцию. Здесь словно авторали Париж-Дакар езда по бездорожью. Это месторождение с названием корабль. Не на камеру старателей рассказывает капитан этого корабля. Тот самый бывший и он начальник райотдела полиции Харитонов. Людей здесь стало поменьше. Но янтарь все так же добывают. И днем, и ночью. То, что здесь на месторождениях действуют свои законы, мы испытали на себе. Когда мы уже возвращались к машине, нас догнали люди в балаклавах и угрожая заставили стереть видео. Самое страшное, что эти люди в украинской военной пиксельной форме. Они прошли АТО. Теперь у них другая зона боевых действий. В полиции признаются, не справляются. В Житомирскую область на этой неделе ввели Насгвардию. Если до этого часа у нас было на вороте 20 дней было 10 человек спецподраздела, то на данный час, хоть немножко с запознением, но до нас приехало 30 человек Национальной гвардии Украины. Следующая наша точка – Волынь. Едем, чтобы понять, возможно ли остановить незаконную добычу силой. Насгвардейцы против копателей. Стенка на стенку. Здесь это уже проходили. Сейчас здесь тихо, но только потому, что нацгвардейцы таки не ушли. Хотя старатели все-таки умудряются работать и у них под носом, о чем не стесняются сообщать в соцсетях. На въезде в село Червоне Дубровицкого района працюет близко 20 мото-помп. Червоне Дубровицкий район при въезде, да? Снова Ривненская область – это не огниночная деревня, старательский Лас-Вегас. Мы вызываем полицию. Там, смотрите, я вам показываю. Вы разверните. Вновь проводится. Это что, это бывает? А кто может приехать? Что я могу приехать? Ну, за кирильный ствол. Полицейские идут к старателям. Сначала моторы не останавливаются. Но потом огни гаснут. Один за одним. А по какому поводу это все мероприятие? По поводу музыканного введения под Хабарштана. А не в порядке не будет, потому что наши чиновники гроши любят. Глава Ривненской облгосадминистрации уже попросила МВД ввести Нацгвардию в область. Пока ее нет, нелегальные добытчики устанавливают свои блокпосты и собирают деньги за так называемые билеты на право работать. Если сейчас ведут Нацгвардию, например, в околице Клесова, там, где урочище Гальбен, где несколько тысяч людей працюют, ну, возможно, это будут даже открыты збройные противостояния и будут бои. Если говорить про дневный выдобуток, ну, то это где-то в межах миллиона, двух, трех долларов. После драки в Сарнинском райотделе в столице создают специальный штаб, чтобы бороться с копателями. Но как быть со смотрящими? Кому-то ведь выгодно, чтобы янтарный бизнес оставался в тени. Ни одного закона до сих пор не принято. Дорогой и кровавый янтарь остается единственным победителем в необъявленной войне. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности недели. Телеканал Интер. Сменим тему. На этой неделе Дмитрий Фирташ, глава Федерации работодателей Украины, дал интервью агентству Бумберг и журналистам Интера. И вот главные месседжи. Мне не нравится, что американцы управляют Украиной. Может, они очень умные, понимаете, и очень там, соединенные штаны Америки, я ничего не имею против, но есть одна проблема. Надо понимать, что все же Украина это независимое государство. И Украина, я бы хотел, чтобы управляли украинцы. Они были под внешним управлением. И как жизнь показала за эти два года, то Украина сегодня не является успешным проектом. То есть Америка не справилась с этой задачей. Она сделала вместо того, чтобы сделать, скажем, какое-то решение, она сделала поле боя, понимаете? Она просто все уничтожает, и экономически, и политически, и практически страну сделала нищей. Политические силы, которые сформировали большинство в парламенте и отправили людей в правительство, и премьер, и в том числе и президент, создали большинство. И сегодня жизнь показала, что они действительно политические банкроты. Почему? Потому что сегодня они теряют рейтинги, сегодня они теряют власть, они сегодня боятся идти на выборы, они не готовы идти на выборы, потому что они четко понимают, что идя на выборы, они могут А. Или набрать очень мало, или еще хуже, не получить вообще рейтингу на выборах. Особенно политическая сила премьер-министра. Эти политические силы, и это большинство, которые сегодня в парламенте, они уже два года управляли страной. И я не чувствую запаха стабильности, я не чувствую уверенности в том, что может быть, я чувствую запах сегодня нищеты, обнищания и беды. Поэтому, мне кажется, от этого и власти, от нынешнего правительства, нечего ждать. Надо менять саму идеологию. И мне кажется, что честно было бы и правильно идти на выборы. Очень важно получить ключевые вещи. Это, чтобы был мир, чтобы была стабильность, чтобы мы могли заниматься экономикой, чтобы мы могли восстанавливать страну. Понимаете, хватит нам агрессии. Люди устали от агрессии. Людям нужны не враги, не агрессия. Нужна стабильность, нужен мир и нужен доход. Вы знаете, мне кажется, что то, что нам дают миллиард или два, это не решает проблему. Для Украины нужно глобальное решение, достаточно большое. И мы говорим о том, что нам нужно где-то порядка 300 миллиардов долларов инвестиционную программу, которая могла бы найти решение в Украине. Нам не нужны подачки. Нам нужны принципиальные решения вопросов. Должны прийти люди, которые заинтересованы в том, чтобы в Украине была стабильность, мир, чтобы они не были под внешним управлением. Это очень важно, подчеркиваю, под внешним управлением. И мне кажется, что мы, как украинцы, достаточно способны сами управлять своей страной. И я верю в то, что мы, украинцы, способны и должны. Даже пускай будут ошибки, даже если будут проблемы. Но мы можем это сделать сами. Первый пошел. На этой неделе стартовала демобилизация. Почти 45 тысяч военных вернутся домой. Они послужили более года, в том числе и в зоне АТО. Заменить их теперь должна новая смена. Вот только кого накроет очередная волна мобилизации? Елена Зорина встретилась с теми, кому на дембель. И в окопах. Специально старую обувь, чтобы не убивать новых. Потому что туда надо в чем-то ехать. И в блиндажах. Уже год и месяц служим. Ждут, когда поедут домой. Эти дембели морские пехотинцы. Сейчас они на передовой, на окраине Широкина. Быстрее домой вот и чем-то отвлекаться. Фильмы смотрим. Устроим пир на весь мир. Мариуполь-Киев. Поезд, который приезжает из зоны войны на территорию мира. Совсем скоро он привезет бойцов из фронта домой. Нынешняя волна дембеля будет самой масштабной. Из зоны АТО вернутся 45 тысяч военных. Среди них и младший сержант Герасименко. Его семья всего в 300 километрах от фронта. Мы устраиваем им телевизионную встречу. Конечно соскучился. Да подустал уже. Все-таки 41 вот-вот. Привык ребятам. Привык. Здесь все проще. Каждый день Бога молю, чтобы он сохранил и его, и его товарищей всех. Сынулечка, роднулечка, миленький мой. Я уже жду, жду, не дождусь, когда ты придешь. Он приедет. Вот я сразу его там обниму сильно, там расцелую. У младшего сержанта двойной праздник и день рождения, и дембель. Машину отдам, шеврон оставлю. Но домой только после расписки сдал, принял. Бойцы должны сдать оружие и форму. Броники сдать, ремни и куртки оставить. Телеграмма из Министерства обороны. А вот запорожских нацгвардейцев удивили так удивили. Запретили забирать не только ложки и чашки, но и казенное нижнее белье. Чтобы не было проблем перед демобилизацией, солдаты на всякий случай лицо не показывают. Нужно знать все, что нам выдавали. Две пары трусов и гнательное белье. Один комплект. Бойцы смеются. Мы собираем трусы, тапочки. Нам говорили, где-то гривен 600 будут. Банны, если потеряли. Пока военнослужащие считают дни и деньги, на Киевском вокзале готовятся к их приезду. Пряники. У нас есть лимоны. Бывают фрукты. Это специальный пункт для военных. Здесь можно и отдохнуть, и телефон подзарядить. Будем встречать чаем, кофе. Радушием, потому что мы очень ждем наших бойцов. Но вокзал – это только первая картинка мирной жизни. Не нужно запастись терпением месяца на три, говорят те, кто давно вернулся с фронта. Родным надо быть готовыми. Это особенности, в первую очередь, психологические. Самый лучший вариант в отношении к бойцам – это самое обычное отношение. Не надо на них давить. Не надо их бояться. И нельзя делать из них героев. Понервничать придется из-за бумажных проволочек. Те, кто не успел оформить статус участника, льготы пойдут под чиновникам. Землю превратили в галочку, точнее, даже не в галочку, а в фикцию. Единственные две льготы, которые работают. То есть проезд в общественном транспорте на местах, льготы на коммуналку. Пока дембеля будут привыкать к гражданке, им уже готовят замену для фронта. В Украине скоро стартует новая волна мобилизации. Какой она будет, понятно одно. Меньше по принуждению, больше по зову сердца. Они подпишут контракт. В начале этого года мы набрали уже 18 тысяч контрактов. Перевагу сейчас даем тем, кто уже имеет боевый доступ. Люди, которые идут добровольно, имеют мотивацию для проходения службы, имеют мотивацию для изучения техники. Яководнее, чем люди, которые идут по мобилизации. Предлагают подписать контракты тем, кто сейчас на фронте. Иногда не предлагают, а заставляют. В части увольняется 100 человек. Им говорят, 25 контрактников у вас должно остаться. Приходят такие разнарядки командирам. Людей начинают агитировать, подписывать контракт. Так, отказываешься, участников их действий тебе не видать. Я про такое ничего. В первую очередь это материальные стимули. Даже рядовый стрелец, он отримает 7 тысяч. Ну и без принуждения желающих идти на контракт достаточно. Безработица подталкивает. Это Сумская область. Чтобы попасть в Нацгвардию, бойцу пришлось даже давать взятку. Командирам одной из частей. Две тысячи долларов США. Эта особа была все основы проходить службу за контрактом в этой части Национальной гвардии. То есть и за станом здоровья он проходил. В него был опыт службы в внутренних войсках. Львовский военкомат. Здесь контрактников уже проверяют по полной. Шукал работу, где бы работать и нигде не было. И так мама сказала, давай, может, попробуешь контрактникам. Треть желающих служить по контракту девушки. 20-летняя Василина долго уговаривала родителей. Чтобы набрать побольше контрактников, военкомы пошли в народ. В трамваях и троллейбусах рассказывают о плюсах воинской службы. В окопах реклама не нужна. Здесь каждый для себя давно решил. Или домой на дембель, или профессию родину защищать. Осваивать дальше. Служить хорошо, интереснее. Может быть, что-то поменяю в армии. Елена Зорина, Ирина Баглай, Станислав Кухарчук, Мариана Бурякова и Вячеслав Фролов. Подробности недели, телеканал Интер. В первом часе мы с вами больше говорили о политике. Ну, а самые интересные и яркие темы будут во втором. Дождитесь, вернемся через 8 минут после рекламы. Смотрите в подробностях недели. Громкое увольнение. Руина повинна матой нового генерального прокурора. Президент подписал отставку генпрокурора. Нынешний руководитель генпрокуратуры в студии подробности недели. Доллар уходит в тень. Стоит ларек, он зарабатывает как минимум 3-4 тысячи долларов чистого прихода. Атаки на гривну. Минялы раскачивают курс. Черное дно украинского рынка валют. Кто на нем наживается? Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Мы возвращаемся в прямой эфир. Это вторая часть программы. Ну, в ней мы поговорим. И о ситуации в прокуратуре. Буквально несколько часов назад вы видели наверняка интервью президента, в том числе и нашему каналу. Петр Порошенко сообщил о том, что он подписал отставку Виктора Шокина. Поговорим о том, каким будет теперь ведомство, какие реформы предстоят. Еще одна тема. Наши военные, которых вывели из Крыма два года назад. Вот как они живут сегодня. Обо всем этом поговорим. Но начнем давайте все-таки с темы, которая наверняка многих волнует. Многие из нас или меняют, или покупают валюту. Вот вопрос только где. Наверняка вы и сами видели, обменники появляются. Не только официальные, вот такие, но и в самых неожиданных местах. В подземных переходах, в супермаркетах, рядом с парковками, остановками общественного транспорта. Ну и, конечно, у многих из них нет лицензии. Как работает черный рынок валюты. Вот мы разбирались в этом. Крещатик. Главная улица столицы. Здесь мы насчитали десятки обменных пунктов. Но это не банки, а простые окошки с вывесками. Вот, например, как это. Здесь много иностранцев. И можно себе только представить, сколько валюты прокручивается через такие окошки. Сколько в Киеве таких обменников? И кому на самом деле они приносят прибыль? Подсчитали киевские активисты. На сегодняшний день в Киеве есть 4100 обменных пунктов. С них 2100 есть легальные и 2000 нелегальные. Цифра, которая шокирует. Черный рынок достигает уже размеров официального. 50% валюты продается и покупается в тени. Без уплаты налогов. Это Киевский центральный ЖД вокзал. Ежедневно здесь проходят тысячи людей. Многие, чтобы купить валюту. Обменников здесь множество. Но какие из них легальные? Я куплю 100 долларов в одном из них. Давайте вместе разберемся, каким должен быть честный обменник. Здравствуйте. Лицензия, продажа по паспорту, военные и пенсионные сборы. Условия для работы легального обменника. Купить можно не более 200 долларов в одни руки. Это официальный пункт обмена валют. Курс сегодняшний, да, также с печатью, подписью финкомпании. Подтверждением еще этого есть квитанция. А если мне не дают квитанцию? Если нет квитанции, это уже значит нелегальный обменник. Идем дальше. И совсем недалеко от обменника с лицензией стоит другой, уже нелегальный киоск. За яркой вывеской нарушаются все законы. Здесь я попробую купить 10 тысяч долларов. Скажите, а можно как-то это, ну, без паспорта оформить? А придется еще пациент, вот этот, мне говорили, есть пенсионный фонд. На этой неделе в Киеве закрыли 25 нелегальных обменников. Но пока что война с ними похожа на борьбу Дон Кихота с ветряными мельницами. Ни в одной из так называемых точек обмена не было никаких документов. Мы понимаем их больше, и мы знаем их больше, и мы дальше работаем. Но сейчас 25 это то, что мы смогли взять. Почему же обысков так мало? В фискальной службе говорят, если по закону, то быстро точки не закроешь. Это внесение в реестр, это получение согласования с прокурором, это получение разрешения в суде, только потом проведение мероприятий. Их закрывают, а они снова появляются. Например, в этом спальном районе Киева уже сами жители начали охотиться на черных дельцов. Если в таком месте, как Позняки, да, например, стоит ларек, он зарабатывает как минимум 3-4 тысячи долларов чистого прихода. Если, например, он стоит в каком-то хорошем месте, то есть это проспект Беды, Хрещатик и так дальше, и так дальше, это за 10-15 тысяч долларов. Снова вокзал. Полиция вместе с активистами накрывает нелегальный пункт обмена валют. Препятствуйте следствию, это очень плохо. Подумайте. Занимайтесь официально. И вот, как бывает обычно, сразу подъезжает группа поддержки нелегального бизнеса. В Одессе курс валют устанавливает не Нацбанк, а предприимчивые вьетнамцы. На рынке седьмой километр они повсюду. Обменный спрут распускает свои щупальца не только на рынках. Покупка-продажа через интернет, десятки предложений. Здесь все тоже незаконно и небезопасно. Мне бы хотелось купить тысячу долларов. Застрянемся вели квадраты. Просто на улице? Ну, на улице, конечно. Едем. Продавец валют ждет в назначенном месте. Уменял любая сумма без ограничений и сборов. Вы можете так сэкономить, но можете остаться с фальшивыми купюрами или вообще без денег. Кто занимается контролем, вот таких ларьков незаконных, это главное управление ОБЭП по экономическим преступлениям, по банковской системе. Они когда приезжают сюда, если активисты их вызванивают, они приезжают сюда, что они имеют право сделать? Они имеют право изъять деньги и кассира. В нашем законе очень слабая статья. Это административное нарушение. 900 гривен. Пока одни зарабатывают в черную, другие борются, третьи работают на грани остановки. Валюты просто не хватает. Чтобы ее купить, предприятиям нужно ждать неделями. Не можешь легально, идешь к спекулянтам. Мы на пороге возникновения явления так называемого теневого банкинга. Работают как реальный банк, просто они находятся в тени. Государство на них не имеет никакого влияния. Это колоссальные размахи. На швейной фабрике дефицит валюты почувствовали на себе. Ограничения на валютные операции, которые Нацбанк вел еще два года назад, давят на бизнес. Контейнер ткани, предположим, стоит 300-400 тысяч долларов, а мы им выплачиваем по 50 тысяч максимум. Но все, что свыше 50 тысяч долларов, мы должны купить. Оно должно пройти какие-то там процедуры через налоговую. Одной рукой запрещают, а другой рукой, по сути, поддерживают функционирование тех же нелегальных пунктов. Законы рынка жесткие. Если есть спрос, будут и предложения. Черные валютчики добровольно с рынка не уйдут. Одним закрытым обменником уже не обойдешься. Татьяна Авинникова, Наталья Неделька, Андрей Анастасов, Евгений Каминский и Андрей Кузнецов. Подробности недели, телеканал Интер. Движемся дальше. Президент подписал указ об отставке Виктора Шелкина с поста генерального прокурора. Буквально несколько часов назад глава государства дал интервью трьем национальным телевизионным каналам, в том числе и нам, и сообщил об этом. Вот просто в студию принес подписанный указ. И вот как президент это прокомментировал. После голосования в минулый вторник, в пятницу, надошли документы из Верховной Ради. Был подписан указ. Указ про звольнение Виктора Шелкина с посади генерального прокурора. На сегодняшний день моим указом он отправился в отставку. Я также открываю необходимые консультации с парламентными фракциями щодо кандидатуры нового генерального прокурора. И уверен в том, что на наступном пленарном тижне мы также не можем затягивать, и Краина должна иметь и нового генерального прокурора. Как я наголосил, он должен быть честным и принциповым. Итак, точка поставлена, но вот как вы слышали, президент предложит ради кандидатуру нового генерального прокурора через неделю, то есть через 7 дней, в первый день новой сессионной недели. Сразу же возникает множество вопросов, как будут развиваться события в генеральной прокуратуре, вокруг которой в последнее время, увы, столько скандалов, вернется ли туда двица-квари лидзе, что происходит вокруг назначения прокуроров Львовской и Одесской областей. Ну вот хотя бы на часть этих вопросов мы ответим. К нам в студии только что подъехал. Вечер добрый. Проходите, пожалуйста, Юрий Севрук, исполняющий обязанности генерального прокурора Украины. Добрый вечер, Митр. Вечер добрый. Вот с ним и поговорим. Прямо сейчас скажите, ну, самый главный вопрос. Вот всю неделю генеральная прокуратура в новостях, в заголовках, в публикациях на Фейсбуке, очень часто, к сожалению, не в лучшем свете. Как все эти скандалы, которые есть и вокруг Саквари лидзе, и вокруг прокуроров областей, повлияли на работу этого ведомства? Эти скандалы на работу ведомства не повлияли. Ведомство работает, дела расследуются, процессуальное руководство осуществляется. Конечно, желательно было бы обойтись без этих скандалов, потому что они плохо влияют на оценку работы генеральной прокуратуры, населения, гражданами Украины. Коллеги ваши, как себя чувствуют, приходя на работу, когда мимо митингов идут? Ну, у нас возле генеральный митинг был только один, когда его Двиги Саквари лидзе организовал, поэтому идут обычно на работу. В тот день они пришли на работу раньше. Ну, давайте напомним зрителям вот все, что, как развивались события на этой неделе, что происходило, а потом просто поговорим. Громкая неделя для генеральной прокуратуры. В понедельник Печерский райсуд столицы арестовал жилье бывшего замгенпрокурора Виталия Касько. Ходатайство направил лично Виктор Шокин. Уже во вторник приставку «Экс» к своей должности получил сам генеральный прокурор. Отставку поддержали 289 народных депутатов. Всего за несколько часов до голосования в Раде еще действующий генпрокурор подписывает приказ об увольнении своего зама и прокурора Одесской области Давида Саквари лидзе. Официальной причиной послужила формальность несоответствия должности Саквари лидзе штатному расписанию. Я сказал, что я сам не собираюсь увольняться, потому что мой долг бороться до конца за изменения. Ну, после этого последовал приказ об увольнении. Сегодня президент меня пригласил и сказал, что это решение не было с ним согласовано. Впрочем, возвращаться в ГПУ он не собирается. Хочет заняться общественной деятельностью. А в четверг с Аквари лидзе вызывают уже на допрос. Криминальное проважение расследуется за фактом, возможно, незаконного использования и завладения грешевыми денег в сумме близко 2 миллионов долларов США, которые выделялись урядом Соединенных Штатов Америки на реформирование органов прокуратуры. Международные доноры, американская сторона, Евросоюз, британское посольство, обычно работают через доверенных организаций напрямую. Насчет Генеральной прокуратуры, которая должна быть предусмотрена бюджетом прокуратуры, такие деньги никто не перечисляет. В эпицентре скандала оказался и подчиненный с Аквари лидзе Виталий Апанасенко, главный обвинитель по так называемому делу бриллиантовых прокуроров Шапакина и Корнейца, которых подозревают в получении взятки. Апанасенко стал звездой таблоидов. Дорогие курорты, роскошная авто и декларация с годовой суммой доходов 76 тысяч гривен. Антикоррупционное бюро теперь проверяет, откуда же деньги. Скандальной выдалась неделя и в Одесской прокуратуре. На взятки задерживают Александра Мадибадзе. Его назначили во времена Сакварелидзе. Задержание прямо в центре Одессы проводит военная прокуратура Южного региона. Назовите себя Мадибадзе, Александр Иванович. Где вы работаете? В прокурорах отдела прокуратуры Одесской области. Впрочем, спокойная работа не будет и у нынешнего руководителя Одесской облпрокуратуры. В день своей отставки Шокин главным прокурором области назначил Николая Стоянова, который уже трижды занимал эту должность. Шины, канистры с бензином, палатки. В Одессе началась бессрочная акция протеста. Ну, хватит молчать, ну просто устали. Виктор Шокин перед отставкой назначил еще одного нового прокурора Львовской области. Правда, представление Виталия Мякишева просто не состоялось. Его сорвали активисты. Говорят, назначение прошло без обсуждения с общественностью. Первое апреля обошлось без шуток. С Акварелидзе снова допрашивали. Целых девять часов. Защитники бриллиантовых прокуроров попросили защиту. А само дело, кажется, стало окончательно разваливаться. Были задействованы приватные особы-детективы, за надвою информацией яких и все представы ствердживать, что справа диамантовых прокуроров это специальная операция, которая была хорошо спланована и профинансована. Что готовит неделя грядущая, можем лишь догадываться. Одно понятно, что будет дальше, зависит во многом от имени нового генерального прокурора. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, Вячеслав Медведев. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну вот такая подборка событий. Иногда их хватило бы на целый год или на несколько месяцев. Тут все буквально в одну неделю спрессовано. Давайте по порядку разберемся. Когда я вас спросил, а вот как себя ваши сотрудники чувствуют, идя на работу мимо акций протеста, я даже не столько акцию под генпрокуратурой, имел в виду, сколько акций, которые организовывали во Львове, вот сейчас в Одессе бессрочная. Какова ситуация? Что там происходит? И каково будет кадровое решение по поводу Одесского и Львовского прокуроров? Значит, генеральный прокурор действительно назначил прокурора Львовской области и по решению суда восстановил в должности прокурора Одесской области. Те акции протеста, я знаю, что во Львове действительно активисты ворвали здание, сорвали представление прокурора области. У них договоренность во вторник прийти, поговорить с прокурором области, после этого они унесут свое решение. Он находится сейчас во Львове. По Одесской области акции протеста продолжаются, я знаю, что и сейчас там шины складывают и бочки ставят. Было решение суда, генеральный обязан был его исполнить. То есть, предыдущее увольнение признанно судом неправильным. На данный час, в это время кассационная жалоба рассматривается, но апелляционный суд свое решение принял, и его должен был исполнить генеральный прокурор. Учитывая просто вот этот общественный резонанс, эти люди останутся в должностях, или как-то вот на холод будет поставлена эта ситуация, пока не будет принято окончательное решение? Эти люди назначены приказом генерального прокурора и могут быть уволены в соответствии с требованиями закона. Нарушать закон при этом никто не будет. Еще один человек, фамилию которого на этой неделе часто много называют, Давид Сакварелидзе, он был уволен решением генерального прокурора. Будет ли он возвращен в генеральную прокуратуру? Ну, приказ генерального прокурора вступил в силу, и для того, чтобы отменить его, нужны законные основания. На данное время принять Давида Сакварелидзе невозможно, потому что он не отвечает требованиям предусмотренным законам украинской прокуратуры. Вы не знаете, а сам он хочет вернуться? Есть какой-то контакт с ним? Он все-таки был замом генерального прокурора? Нет. Я приблизительно месяц уже с ним не разговаривал, поэтому контакта с ним нет, но из тех интервью, которые он дает, он не горит желанием вернуться в генеральную прокуратуру, как я понимаю. Понятно. По делу бриллиантовых прокуроров, я просто обязан вас спросить, потому что на этой неделе много оценок, заявлений прозвучало, в том числе в прессе, в том числе в социальных сетях, что, мол, дело разваливается. Вот ваши ощущения? Вокруг этого дела очень много полемики, но дело находится в суде, суд его рассматривает. Обвинитель должен представить доказательства, адвокат свои. Часть того, что происходит в средствах массовой информации, это работа обоих сторон. То есть одна сторона хочет показать, что доказательств нет, вторая, что они наоборот есть, но кто-то пытается что-то развалить. Я думаю, все разрешит суд. Он примет законное решение. По поводу будущего прокуратуры, я хотел вас спросить, но вот перед этим просто есть еще один вопрос. Ну, знаете, я почему вот так вам все эти вопросы задаю, что есть какой-то перечень обвинений, который так или иначе возникал в адрес Генеральной прокуратуры. Очень часто на них не было ответа, и поэтому это все очень муссировалось, там обрастало слухами, подробностями, правдивыми, неправдивыми. Вот давайте разберемся. Давайте. По поводу того, что... Вот одно из обвинений. По поводу того, что переназначаются многие старые кадры. Вот говорят о реформе прокуратуры, говорят об обновлении кадров. И вот то, что пишут в Фейсбуке, то, что говорят общественные активисты, что, мол, ничего и не происходит, просто переназначают все тех же. Ну, смотрите, когда проводился конкурс, он проводился с той целью, чтобы выбрать лучших. Как и любая Олимпиада. То есть у нас побеждает лучший. У нас же нет условий на Олимпиаде, что должен победить кто-то новый. Поэтому был проведен конкурс. На конкурс приглашались на руководящие должности в районных, не в районных, а в местных прокуратурах, в том числе и внешние кандидаты. Изначально было больше 3000 внешних кандидатов и 2000 действующих работников местных прокуратур. Внешние кандидаты, в смысле, те, кто не работал до этого в прокуратуре? Те, кто не работали в местных прокуратурах. К сожалению, туда были включены в это число, то ли для увеличения, то ли непонятно для чего, и действующие работники генеральной и областных прокуратур. После первых двух туров, которые проводились компьютером, и от которых не зависели ни от каких работников комиссии, у нас выбыло 83% внешних кандидатов. И при этом только 10% кандидатов действующих прокуроров местных прокуратур. То есть из 10-ти каждые 8 компьютер отсеял? Да. Поэтому уже на собеседовании соотношение было абсолютно другое. Во многих прокуратурах местных внешних кандидатов вообще не было. Много кандидатов внешних было, например, в городе Киеве. У нас из 40 назначенных руководителей прокуратур, то есть из 10 прокуроров и 30 заместителей, 6 это внешние кандидаты. Я думаю, что мы в ближайшее время проведем брифинг с ними, чтобы они рассказали о работе в прокуратуре, как изменилось ли их мнение, не изменилось. Всего у нас было назначено 22 внешних кандидата. 23-й отказался, узнал, какая у него будет зарплата. Низкая? Да. Зарплата низкая, и, к сожалению, в данное время это приводит к тому, что у многих увольняются. После проведения конкурса из местных прокуратур уволилось уже 130 человек. И если эта ситуация не поменяется, боюсь, что через полгода в некоторых районах просто некому будет поддержать обвинение. Хорошо, тогда последний вопрос. Но, во-первых, повышать планируете ли? И вот помимо этого шага, какие в принципе еще шаги планируются в реформировании Генеральной прокуратуры? Потому что тема важная. Вот сегодня даже президент в интервью тоже сказал о том, что у него были... Вплоть до того, что Байден его спрашивал о том, что какие будут перемены в прокуратуре, он много говорил о том, что многое надо менять. Какие шаги конкретные, важные, первоочередные, не на пятилетку, а на ближайшее время, вы видите? Через две недели полностью уступает действие закон о прокуратуре, по которым предусматривается создание самоуправления. То есть подготовка к этому процессу, чтобы за ближайшие две недели исполнить все необходимые приготовления. Кроме того, еще в прошлом году, в марте месяце, я предложил начинать реформу не с местных прокуратур, а с центрального аппарата. Это оптимизация состава, уменьшение кадров, уменьшение давления на местные прокуратуры. Эти, к сожалению, эти предложения не были использованы командой реформаторов, поэтому я их сейчас буду постепенно проводить в жизнь. То есть сокращения могут быть? Могут быть и сокращения, может проходить оптимизация. То есть районам надо не помогать, то есть надо помогать, а не контролировать. У нас очень многие подразделения, к сожалению, направлены на контроль. Должны помогать. Тогда и районы будут лучше проработать, и аппараты будут лучше выполнять свои задачи. Хорошо, спасибо за разговор. Пожалуйста. До свидания. Подробности недели, прямой эфир. Продолжаем и давайте сменим тему. Вот это весной, когда только и разговоров о том, кто возглавит Кабмин, кто займет кресло генерального прокурора, то на второй план немножко уходят события, с которых и началась новая эра украинской политики. Вспомните, два года назад, когда эмоции зашкаливали, когда страх войны еще был новым чувством для украинцев, из Крыма выводили войска. Вся страна за этим следила. Наш корреспондент Елена Механик тогда побывала сразу в нескольких военных частях, видела, как уходили военные с полуострова. Она встретилась с ними и сейчас, и выяснила, что им сегодня явно не до политики, впрочем, как и политикам не до них. Они служили под одним флагом, теперь под разными. Тест на верность во время аннексии из 20 тысяч крымских военных сдали только чуть больше трех тысяч. Они вышли с полуострова на материк, но за первый год армейские ряды крымчан еще поредели. Украина предоставила, после того, как бригада сюда перевозировалась, возможность, тем, кто не хочет служить в армии, уволиться, тем, кто хочет вернуться, вернуться. С полковником Бедзаем мы впервые встретились в Крыму два года назад, аэродром Сакской авиационной морской бригады уже был захвачен. Российские военные заблокировали диспетчерский пункт и требовали сдаться. Я, естественно, задал ему вопрос, на каком основании должен сдавать оружие офицеру иностранной армии, если мы находимся в мирном состоянии, ни с кем не ведем войну. На что он не смог ничего ответить. И сказал только, у него есть приказ его командования, и он обязан его выполнить. Мы были первыми, кто тогда показал эти кадры. Их сняли сами военные. Один за другим поднимаются вертолеты. Это один из тех вертолетов, которые наши летчики в марте 2014-го увели из-под самого носа оккупантов. Их не остановила ни блокада, ни плохая погода, ни угроза жизни. Перелет на материк на тот момент был единственным верным решением. Мы упали в таман всей группой. Это было довольно опасно, потому что мы друг друга не наблюдали, и расстояние между вертолетами было небольшое. Мы могли просто столкнуться в воздухе. Героический спецманевр сохранил для украинской армии семь вертолетов и три самолета. Теперь они в Николаеве. А вот сами герои на материке остались не все. Четверо человек из тех, которые участвовали в этой операции, сейчас не служат в вооруженных силах Украины. А служат в другой армии? Да. Трое остались там сразу, и один практически через месяц вернулся в Крым. В генштабе правду не скрывают. Увольнения крымских военных после выхода на материк были. Вот только пример этой сакской бригады. Из майже 300 військовослужбовцев, которые вышли на материковую часть Украины, 32 військовослужбовцы приняли решение, извольнились и повернулись до родных домов в Крым. А в эту часть морской пехоты два года назад сразу попасть у нас не вышло. Снимай их, иди отсюда. Иди, иди, сиди. Боевые БТР и Феодосий тогда стояли готовые к марш-броску, но не было команды. Техника вышла только колесная. Вы можете видеть старого образца машины. Он родом из Севастополя. Один из немногих крымчан, кто продолжил служить в украинской армии. Мои родственники некоторые остались в Крыму. Моя тетя, мой дедушка, которые настаивали всячески, чтобы я остался в Крыму, но я не мог так поступить. Это было очень низко. Говорит, по ту сторону бывших друзей осталось немало. Делили кашу на полигонах, а тут буквально неделя, и все отношения прервались. Они заблокировали свои аккаунты, поменяли почту, телефоны, соответственно, тоже поменялись. Их все время проверяли, думаю, спецслужбы. И подозрительно к ним относятся, соответственно, тоже. Поэтому они не боятся. Из Феодосии в Николаев вышла половина личного состава первого отдельного батальона морпехов. Среди тех, кто уволился уже здесь, на материке, в основном крымчане. Мы их не рассуждаем. Это нормальный момент, потому что у каждого есть семья. Они там не служат. Информация по ним есть. Есть информация и по тем, кто изменил присяги. По нашей информации, в их личных делах стоит печать с буквой И. измене к родине. А эти личные дела, они находятся? В Российской Федерации. Пять тысяч дел. Столько фигурантов расследования военной прокуратуры Южного региона. Статья – дезертирство. Одного из них уже задержали на границе с Крымом. Приговор – восемь лет. Сорок офицерских чинов обвиняют в госизмене. Командир тактической группы Крым своих не предал. На материк выводил не только свою часть. Звонит мне подруга. Говорит, я не хочу идти заступать на мое дежурство под русской флаг и под русский гимн. Я позвонила своему командиру, говорю, Юрий Николаевич, вот такая ситуация. Вы могли бы чем-то помочь? Он говорит, пусть ваша подруга забирает свои вещи, свое личное дело. И, как бы, говорит, я иду к вам. Мы были в этой части в 2014. Накануне 8 марта никто не мог поверить, что вечером часть возьмут штурмом. А заодно и нападут на съемочные группы Интера. Очень было страшно. Особенно, когда знали, что вот там на КПП зафатывает нашу висковую частину. Появился важный момент. Может, это сейчас покажется таким наивным, что висковое прицело дается один раз. На новом месте пришлось все начинать с нуля. После Севастополя приспосабливаться жить в общежитии без особых удобств. У меня там была двухкомнатная квартира, а здесь такая маленькая комнатушечка. Шкаф тоже там. Было, но хоть что-то. Они все привыкают к новой жизни. И летчики Исаакской бригады. Утром летают, вечером строят. И феодосийские морпехи. Да, возможно, мы проиграли эту битву. Это было очень подло со стороны России. Но мы не проиграли войну. Привыкают к жизни без Крыма. На чужих аэродромах, полигонах, зато со своей чистой совестью. Елена Механик, Наталья Грещенко, Наталья Неделько, Владимир Самченко. Подробности недели Треканал Интер. Ну и давайте к одной из главных тем этой недели вернемся. К политике. А вот чего все-таки ждать? До срочных выборов или депутаты смогут найти решение? И когда они его найдут? Давайте послушаем их мнение. Не вистачает на сегодняшний день всего-навсего четыре депутата. И політичная криза зависла. Но даже если нас собирают их, даже если кто-то на эту пропозицию какой-то свадится, или абсолютно добровольно выйдет с определенными своими пониманиями того, что там, например, потребна эта новая коалиция, то вона не будет долго существовать. Это же очевидно. Мы вернулися до коллег, например, из группы пани Робко, вернулися до коллег, которые выходили из нашей фракции раньше. Поверниться назад, поможите подолать политическую кризу, обрати новый уряд. Коалиция на двух это будет надзвичайно сложно для работы, потому что это критика от всех других фракций в парламенте до этой коалиции и, соответственно, очень низкая эффективность работы такой коалиции. Плюс коалиция в 228 означает, кто-то захворел и выехал в отряджение, например, ПРЭ, и коалиция уже стает недеиздатной. Порядка 10 человек должно войти, иначе коалиции не будет. Каждому предлагают свое, кому-то, в основном мажоритарщики, которым предлагают решить проблему их округов. Абсолютно никак изуважен. Особенно я, как народный депутат, хотел, чтобы эта фракция отродилась не фракция, а коалиция, отродилась в межах той коалиции, которая была под час ее создания. Ну и еще одно мнение. Александр Вилкул. Провластные партии, которые создали коалицию, то входят в нее, то выходят из коалиции, то называют друг друга тушками, то ссорятся, то мирятся. Вот только ничего не делают для того, чтобы стало жить лучше. А в конце, в конце уже просто добивают нашу страну. До действительно важных вопросов у них не доходит время, не доходят руки. Тот же пример Днепропетровск. Южмаш практически уже остановлен. Год, однодневка. Страшные долги по заработной плате. В четверг под стенами парламента стояли тысячи людей, которые были против принятия грабительского закона, инициированного кабинетом министром, по которому людей можно будет просто выселять из квартир. Это закон, который выгоден только чиновникам, олигархам, хозяевам банков. Я внес альтернативный законопроект, по которому люди смогут нормально реструктуризировать кредиты. И люди на улице поддерживали этот законопроект, но до него не дошло время. Я могу сказать так, что резче всего против перевыборов стоят такие партии, у которых рейтинг сейчас уже около нуля. Например, Народный фронт. после того, как они довели страну фактически до отчаяния людей, до нищеты, понятно, что им нельзя идти на выборах. Но даже если они сделают сейчас какую-то вот эту коалицию, попривлекая внефракционных депутатов, все равно это не будет стабильно, все равно это будет только на короткий промежуток времени какая-то передышка. я уверен, что выборы неизбежны. Ну и есть события, которые происходят просто в эти минуты, пока вот у нас выпуск идет. В Москве десятый час горит здание Министерства обороны России. Огонь охватил три с половиной тысячи квадратных метров. Третий, четвертый и пятый этажи здания. Частично крыша даже обвалилась. Пострадала часть архива, работу пожарных усложняет и то, что перекрытие постройки, вот посмотрите, деревянные, а капитальный ремонт последний раз здесь делали, когда вы выдумали, 70 лет назад. Когда украинские политики говорят о том, что главное, чтобы ситуация на Донбассе не превратилась в замороженный конфликт, они и Приднестровье, и Нагорный Карабах вспоминают, где вроде бы не было ни мира, ни войны, но в каждую минуту могло снова рвануть. И вот рвануло. Масштабные боевые действия с участием авиации и артиллерии в Нагорном Карабахе погибли как минимум 30 военных с обеих сторон, Азербайджана и Армении. Есть информация о жертвах среди гражданского населения. Последние 22 года там действовал режим прекращения огня, а вот в эти выходные ситуация обострилась. На линии фронта не прекращаются обстрелы. Эти выходные в Нагорном Карабахе стали самыми кровавыми за последние 22 года. До сих пор здесь действовал режим прекращения огня. И хотя случаи насилия на линии фронта случались постоянно, таких масштабных боев не было давно. Обстрелы с обеих сторон начались в ночь на субботу. Кто спровоцировал боевые действия за взаимными обвинениями непонятно. Непризнанная республика Нагорный Карабах это 11,5 тысяч квадратных километров, 137 тысяч населения. Азербайджан считает территорию своей, самопровозглашенное государство считает себя независимым, но экономически по сути полностью зависит от Армении. Армяне составляют 99% населения. Первым возобновление боев прокомментировал президент Армении. По его словам погибли 18 армянских военнослужащих, еще 35 получили ранения. В наступлении он обвинил Азербайджан. Враг использует военно-воздушные силы, все виды артиллерии и военные бронетранспортеры всех типов. Вражеские потери многочисленные. В ответ президент Азербайджана экстренно созвал Совет безопасности страны. В эскалации конфликта Алиев обвиняет Армению. Азербайджанская сторона говорит о 12 убитых военных. Кроме того, сбит вертолет и на мине подорвался танк. Мы воюем на своей территории. Если армянский солдат не хочет погибнуть, пусть уходит с азербайджанской земли. Президент Алиев сегодня ночью заявил, Баку прекращает огонь, но в то же время продолжает укреплять армию, как и Армения. Карабахский конфликт один из самых затянувшихся на постсоветском пространстве. Он начался еще в 88-м. За соблюдением режима тишины наблюдает специальная миссия ОБСЕ. На обострение ситуации на Кавказе уже отреагировали госсекретарь США Джон Керри и генсек ООН Пан Гимун. Они призвали положить конец вооруженным действиям. А вот Турция и Пакистан заявили о поддержке Азербайджана. Уже в ближайшие дни покажут, конфликт потухнет или перерастет в настоящую войну. Светлана Чернецкая, подробности недели, телеканал Интер. И еще одна война, которая продолжается уже очень долго и неизвестно, когда закончится. ИГИЛ атакует мир и угрожает новыми терактами. Причем террористы уже действуют не только на Ближнем Востоке, но и в других странах и даже на других континентах. Наш корреспондент Вениамин Трубачев вернулся с границы Туниса и Ливии. Эксклюзивный репортаж. Это национальный музей Туниса. В холле звучит траурная музыка, повсюду цветы. Ровно год назад здесь произошел кровавый теракт. Боевики Исламского государства из автоматов и винтовок расстреляли 22 человека обычных туристов. Внутри музея террористы устроили настоящую бойню. Они ходили по комнатам и убивали людей. Вот эти следы от пули сотрудники музея специально оставили как напоминание о тех страшных событиях. Музей продолжает работать, но посетителей крайне мало. После этой атаки джихадистов многие туристы отказались отдыхать в Тунисе. Посмотрите, сколько беды они натворили в Бельгии и Франции здесь, в Тунисе. Такие же взрывы могут быть в Украине. С джихадистами нужно бороться, а не бояться. Именно здесь террористы убили туристов. В память о них открыт вот этот мемориал, здесь фотография, также указаны имена и страны, откуда приехали эти люди. Япония, Колумбия, Австралия, Италия. Погибли люди практически со всех континентов. Мир начинает привыкать. Опасность может быть на каждом шагу. Полицейские тоже погибли. Здесь есть их фото. Все они ни в чем не винные. Это ужасная трагедия. Боевики ИГИЛ регулярно устраивают теракты в Тунисе. Прошлым летом прямо на пляже джихадисты убили 38 туристов. А на этих кадрах последствия еще одного теракта. Это все, что осталось от автобуса охраны президента страны. Погибли более 10 человек. Сейчас ИГИЛ пошел еще дальше, словно паук, в паутину которого попадает все больше африканских и ближневосточных территорий. Джихадисты решили взять под контроль целый город Бен-Кардан. Он находится на границе с Ливией. Боевики напали на полицейский участок и военную базу. Мы сейчас едем в Бен-Кардан. Попасть туда сложно. В городе действует сейчас комендантский час из-за того, что в ближайших поселках находятся боевики исламского государства. Правительственные силы проводят антитеррористическую операцию. И перестрелки там происходят каждый день. Чем ближе к городу, тем меньше автомобилей на дороге. Водитель говорит, люди просто боятся здесь ездить из-за атак террористов. Безопасно на блокпостах и рядом с полицейскими. А на трассе все может случиться. Неизвестно, что ждет нас за следующим поворотом. Проехав десяток блокпостов, мы въезжаем в город. Большинство магазинов и рынков закрыты. На улицах много полицейских, с оружием и в бронежилетах. Такое спокойствие в центре города обманчиво. Террористами или их пособникам может оказаться каждый. Вот на соседней улице сейчас полицейские проводят спецоперацию, обыскивают дома, ищут взрывчатку и оружие и периодически слышны выстрелы. Боевики пытаются убежать, но по автомобилю открывают огонь. Несколько джихадистов убиты на месте. Они не успели себя взорвать. Их тела таки лежат на асфальте. Военные и полиция переговоров с террористами не ведут. Как только стало известно, что в этом здании забаррикадировался один из боевиков исламского государства, дом окружили и начали расстреливать. Причем использовали не только автоматы и пулеметы, но и гранатометы. Оказалось, что в этом доме жил главарь местной ячейки ИГИЛ. Мухаммед Керди. Это его двоюродная сестра. Мне очень сложно это вспоминать. Несколько часов стреляли по дому, где жил брат. Там его и убили. Я не знала, что он был джихадистом. Дом полностью разрушен. И по всему Мухаммед Керди до последнего отстреливался. Повсюду разросаны вот такие гильзы. Тело обнаружили вот в этом углу. Видны еще следы крови и разорванная одежда. Брат террориста рассказывает, что Мухаммед на год уезжал в Ливию. Там и вступил, вероятно, в ряды ИГИЛ. Теперь это клеймо на всей семье. Не знаю, почему он это сделал. Зачем убивать людей? Он хотел власти, денег. Это не настоящая вера. Здесь нет ничего общего с исламом. Они просто прикрываются религией. В небе периодически появляются вертолеты. Власти говорят, что пойманы не все террористы. Многие скрываются в окрестных поселках. Мы против исламского государства. Мы не хотим, чтобы они устанавливали здесь свои порядки. Если нужно будет, мы с палками и камнями в руках сами их прогоним. За несколько недель противостояния в городе ликвидировали уже более 50 террористов. Но одновременно с ними гибнут полицейские и местные жители. Такие похороны обычно превращаются в массовые митинги. Люди не боятся сказать «нет терроризму», хотя и вынуждены жить по соседству с боевиками исламского государства. Вениамин Трубачев, Юрий Романюк и Марьяна Бурякова. Подробности недели телеканал Интер Бен Кардан Тунис. Такими были подробности этой недели. Спасибо, что смотрели. Встретимся в следующее воскресенье. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А.